Вообще кто-то из вас когда-то вот, ну... Ну, я не думаю, может у вас у кого-то хотя бы проскальзывала мысль какая-то о том, что... Вы хотели быть музыкантом или поклонником, вот именно как бы... Или, может быть, вы задумывались о том, что это настолько важно для вас, вот как бы это важная часть вашей жизни, именно хвала и поклонение как бы. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Взять все полезное именно для этого. Понимаете? Извлечь все полезное именно для того, чтобы в соответствии с тем призванием, в которое вы вошли, как бы, в мессианское движение. Давайте помолимся. Я на бурю всегда смотрю. Буря, ну, просто благословенный брат. Отец Небесный, Боже, пускай Твоя слава покрывает это место Божие. Пускай Твоя милость и благодать Господь тоже прикасается к нам, Боже, для того, чтобы мы могли тоже открыть свои сердца и с благодарностью, Господь, посвятить это время Тебе. Боже, когда мы, Господь, имеем благодарное сердце, это является основой наших взаимоотношений, Боже. Одной из основ наших взаимоотношений, Боже. Аллилуйя. Пускай наши сердца будут мягкими в Твоей руке, как глина, Боже. Пускай они будут благодатной почвой для того Слова, которое сеется. Пускай Дух Твой, Господь, и мы просим Тебя, Дух Святой, Боже, даже в то время, когда мы занимаемся и погружаемся в информативное поле, пускай мы будем, наше сердце будет как сердце Давида, который просто упражнял свои навыки, Господь, и Своё искусство во всякое время, Боже, поклоняясь Тебе, Боже, беря в руки Свой инструмент или на войне, Господь, Он шлифовал Своё искусство. И мы хотим быть точно такими, не терять бдительности никогда, Боже. И чем бы мы ни занимались информатикой, просто пребывали где-то в суете, Господь, чтобы мы всегда, наш взор был обращен к Тебе, Боже, чтобы мы не забывали, Боже, никогда, Боже, нигде, ни на секунду, Боже, о том, кто мы, к чему мы призваны и кем мы ведомы, Боже. Во имя Ишуа. И мы воздаем Тебе всю честь и славу и хвалу. Аминь. Смит Вигглсворт когда-то, у него, я вам буквально там такая история была, он ехал с каким-то проповедником тоже в машине, и они о чём-то беседовали, и вдруг он резко говорит, остановись. И тут останавливается, и он говорит, ну, я не помню, как это буквально, но он говорит, мы так много говорили о всяких вещах и совсем не говорили, как бы, о Боге, да, то есть, как бы, то есть, он всё время фокусировался, как бы, на Боге. Когда его спрашивали, сколько вы времени уделяете молитве, он говорит, я молитве уделяю не более 15 минут, но я не провожу без молитвы более 5 минут. То есть, его жизнь фактически была сплошной молитвой. И мы знаем, что в жизни этого человека были огромнейшие чудеса и знамения, сопровождали его, как бы. То есть, он был учителем для многих, для многих последующих поколений, ну, служителей, как бы. Одним из его учеников был Лестер Саммерл, о котором вы тоже знаете, реально, великий муж Божий. Поэтому нам тоже надо вот иметь, помните, говорили, часть вот этого, как поклоннику, часть вот этого Божьего характера, вот как характера Давида, чтобы быть, ну, людьми по сердцу Бога. И мы на прошлом занятии с вами говорили о боговедении, да? Мы говорили о том, что Бог говорит, я хочу, да? Я хочу боговедение, то есть, чтобы вы познали мое имя, буквально там, познать его имя, прилепиться к его имени, прилепиться к его сущности. То есть, он хочет быть для вас тем, кем вы хотите, чтобы он для вас был. Мы говорили о том, что боговедение – это результат знакомства с Богом. Мы говорили о том, что есть служение, которое бог принимает и которое бог отвергает, и он очень сильные слова употребляет, ненавижу, да, там, не принимаю, отворачиваю свой взгляд, ну, вообще, то есть, очень отвергаю, то есть, такие слова очень сильно употребляет. Мы говорили с вами о том, и разбирали местописание там из Нового Завета, да, где Павел говорит, ради превосходства познания, да, я почел все тщетой, и говорили о том, что когда мы познаем Бога, когда мы проникаем в его сущность, он простирает всю свою мощь над тем местом, где вы находитесь. То есть, он фактически происходит спасение, понимаете, да, мы буквально разбирали там слова эти. Это очень важно знать, то есть, помнить об этом. Это, ну, нам, может быть, ничего даже делать не надо, как только знакомиться все больше с Богом, и мир этот будет спасаться. Потому что вы, как Моисей, помните, он сидел на горе, он знакомился с Богом, сошел вниз, и все от него просто убегали. То есть, потому что он отражал такую славу Божию, его лицо сияло. Если и сказано в Новом Завете, что если это служение было, ну, несло такие вот, как бы, последствия, да, то есть, оно отражало, вот, сопровождалось вот такими вещами, то насколько больше наше служение, служение Нового Завета, да, когда Бог заключил уже Новый Завет через жертву Своего Сына. Мы говорили о том, что слово «познание» буквально отражает как отношение мужа и жены, то есть, это очень интимные отношения, буквально проникновение друг в друга, то есть, как бы, мы с вами говорили, что основами поклонения это является, прежде всего, встреча с Богом, это знакомство, это боговедение, потом заветные отношения вспоминали и говорили о том, что еще одной основой является благодарное сердце, это наша благодарность, а в основе благодарности лежит то, что мы можем оценить те чудеса и знамения, которые происходят в нашей жизни, и это говорит о том, что мы познаем истину. Мы с вами также касались творческих аспектов и разбирали псалмы, да, когда вот что на жизни Давида, как пример разбирали, что когда в его жизни происходили какие-то жизненные события, потрясения определенные, или там победы, или там скорби, или еще что-то, или он падал в грех, это все потом отражалось в его, как бы, молитвах, потому что он говорил благоугодную, будь ли эта песня угодна Богу, молитва Богу моему, то есть помните, да? И это служило для многих поколений, и по сей день служит многим людям, когда они слышат эти псалмы, которые поются, происходят какие-то вещи, то есть люди очищаются, освобождаются. Это само Слово Божие, которое Бог вложил в наши уста, и чтобы мы ему пели. И это Слово нас очищает. И мы говорили о том, что когда Давид даже падал и грешил, Бог даже молитву покаяния влаживает в наши уста правильную, такую, как нужно. Помните, в Новом Завете говорит Дух Святой, не заботьтесь о чем говорить, потому что когда вас поставят пред людьми, он сам наполнит ваши уста. Мы говорили о жизненном опыте и духовном опыте, это тоже является основой поклонения. И мы говорили о том, что когда люди берут на себя ответственность, это ответственность... ответственность... ответственность, она рождает... как же мы там буквально... рождает опыт, да, опыт производит, рождает результаты, результаты производят, ну, рождают признание и народную любовь, да, то есть приходит признание, авторитет, а соответственно влияние, то есть как бы... и вам как лидерам будущим, как служителям это необходимо, потому что знать основы этого, потому что, ну, вы, ну, облекаетесь, ну, приобретаете его власть по мере того, как вы погружаетесь в Бога. То есть когда вы погружаетесь в Бога, когда вы вот говорите, вот я, возьми меня, да, то есть как бы... и мы говорили, что человек, который как бы не чурается этой ответственности, он всегда будет в голове, то есть понимаете, да? потому что у него будет богатый жизненный опыт и духовный, и соответственно будет приходить и признание, и авторитет, то есть он будет совершенствоваться в этом. И как бы чем больше вы служите, тем больше у вас, ну, навыков и опыта. И это опять-таки на примере Давида мы разбирали, будучи молодым, он вел войны, да, и тут же приходил и там садился и поклонялся, когда злой дух опять наобходил на Саула, да? То есть это очень, ну, важные вещи для нас, как для верующих людей. Также А, вот, ответственность приносит опыт, опыт приносит результаты, результаты приносят влияние, влияние рождает авторитет. Как для лидеров, само слово, лидер предполагает, да, то есть вы должны вести, вести, учить, да, послание, то есть основное ваше, идите и научите. То есть, но кто вас станет слушать, если вы не будете обладать авторитетом и, как бы, понимаете, да? То есть, ну, авторитет и признание вам необходимы для того, чтобы достучаться до сердец людей, понимаете, да? Это необходимая вещь вашего служения. Мы говорили о том, что боговедение – это ответственность и послушание, и ответственность приведет вас на высоту. И говорили о том, что в наших руках может быть разное оружие, да? Может быть, арфа – это наши таланты, это наши дары, не обязательно какие-то музыкальные инструменты. Или же в нашей руке может быть копье. И мы говорили о том, что Божий слуга – он, и настоящий поклонник, он воюет с внешними, защищая своих ближних. И о том, что люди, отступившие от Бога, они воюют, наоборот, как раз со своими ближними, защищая внешних. Это нам тоже очень важно знать, и мы в служении это часто наблюдаем. Понимаете, да? И нам нужно проверить, что находится в наших руках – оружие или арфа. И какое же оружие сильнее. Мы видим, что даже вот в Откровениях, когда мы читали, да, там, когда описывается престол Божий, то поклонение, о котором мы говорили, да, эти старцы величественные, они держат в своих руках арфы, а не мечи. Хотя и меч важно, и щит важно, и шлем важно, да, но есть то оружие, которое намного важнее – это орудие нашего поклонения Богу. Потому что, на самом деле, когда мы в присутствии Божьем, мы помним, да, ни одно оружие против нас не будет успешно. И в присутствии Божьем не надо, ну, оружие тебе. То есть, в присутствии Божьем нужно твое открытое сердце. Помните, а Саул дома в этом присутствии сидел с автоматом. Помните, мы говорили, да? Он сидел с оружием в этом присутствии. И это, ну, для нас, то есть, мы можем это проецировать даже на сегодняшнее служение. То есть, вы можете в собрании сидеть с оружием Божьим, и думаете, вот что-то они не так поклоняются там. Что-то они не то поют, понимаете? Или можете взять в руки вашу арфу и просто погрузиться в это присутствие. Понимаете, да? Это ваше решение. Но мы знаем, что поклонение и прославление, хвала и поклонение – это для нас митцва, заповедь. Мы должны четко себе это усвоить. Это заповедь. Это не вопрос даже нашего выбора. То есть, выбор наш был тогда, когда мы приняли Ишо как своего Господа и Спасителя. А сейчас это для нас заповедь. И вот сейчас, подойдя к следующей теме и разбирая, прежде всего, чем мы погрузимся в историю Израиля и в историю поклонения, мы с вами разберем некоторые термины, терминологию, коснемся терминологии. И вот разбирая эту терминологию, мы увидим новые вещи просто по-новому. Итак, я говорю, у нас будут сейчас занятия больше информативные. Мы можем, вы, конечно, записывайте это для себя, но мы больше будем погружаться в информатику. Поэтому настройтесь на это. Прежде всего, мы постараемся разобраться с терминами, что такое хвала, что такое поклонение и так далее. То есть, мы опять как бы вернемся к началу. Бог создал человека для какой-то определенной цели. И когда Адам находился в Эдеме, ну, человек находился в Эдеме, да, он имел совершенное общение с Богом. Помните, там сказано, они ходили в прохладе дня, просто ходили, да? Бог приходил к Адаму. Они ходили, общались, они беседовали. Я не знаю, как они, может, они вместе даже пели там. Я не знаю, но это просто как бы была совершенная обстановка. То есть, это были совершенные условия. То есть, то, к чему мы сейчас пытаемся вернуться. Понимаете? То есть, восстанавливаем эти отношения. Мы пытаемся, наш этот путь весь, он путь восстановления этих отношений. И Адам именно находился вот в таких условиях, как бы. Он имел совершенное общение с Богом. И у него не было необходимости совершать какие-то жертвоприношения. Потому что, ну, это общение было совершенным, оно было приятно для них обоих, да? Затем, когда эти отношения были разрушены, помните, мы говорили о потере, что Бог потерял нечто. Он потерял своего херувима осеняющего, потерял человека, да? И вот после того, как эти отношения Бога с человеком были разрушены через, посредством греха, пришлось делать что-то, что должно было восстанавливать эти отношения. И это что-то, это было жертвоприношение. Вот именно это жертвоприношение, оно должно было восстанавливать эти отношения. И первую жертву, мы знаем, принес Авель. 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 Ну да. Ну мы говорим, давайте вернемся. Буря будет следующим после меня учить. Хорошо. 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 Буречка поправил меня. Значит, так я и запишу. Значит, мы видим из Бытия, это четвертая глава, да? Спустя некоторое время, спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего. Ну они вместе, собственно, принесли эту жертву. Так что, один-один, да? Поэтому даже в одном стихе говорится, поскольку, наверное, Каин был старшим братом, да? То есть, ему принадлежало первородство, поэтому один-один твой пользы. Ладно. Ладно. Но мы не состязаемся. Не, не в споре рождается. Наш опыт, помните, мы говорили, служит друг другу. То есть, как бы, мы обогащаемся. Мы обогащаемся. Мы не спорим, мы обогащаемся. Да, да, да. Значит, была принесена жертва Каина и Авеля. И мы не знаем, вернее, я хотел бы, наверное, я, наверное, неправильно просто выразился. Это первая жертва, на которую обратил внимание Бог, это была жертва Авеля. Вот так вот. Спасибо, Боря, ты меня поправил. И я нашел нужные слова. Да. Он презрел на эту жертву. Мы не знаем о том, Писание нам ничего не говорит о том, сопровождалась ли эта жертва там песнями или как бы, ну, что происходило там. Но мы знаем, что эта жертва была угодна, она была приятна Богу. Он презрел на нее. Понимаете, да? То есть, и помните, мы говорили о псалме Давида, когда он говорит, пусть песня моя будет благоприятна, ну, понравится Богу, да? То есть, значит, даже, ну, как бы, вот, сопоставляя эти вещи, ну, вот, представляете, ну, как себе, то есть, человек, ну, он все равно что-то должен был говорить, правильно, да? Я думаю, что он что-то говорил, то есть, потому что, ну, ну, что он, просто взял, зарезал это, положился, сжег, развернулся и ушел, как бы. Нет, я думаю, так не было. Ну, мы тем и отличаемся от животных, что мы можем общаться, то есть, и он, наверное, что-то говорил, то есть, он знал, что эти отношения были разрушены, да? Они же кому-то приносили эту жертву, хотя бы кому-то они должны что-то были говорить об этом, понимаете, да? То есть, они строили это что-то как-то для чего-то, поэтому, я думаю, что было какое-то, ну, что-то он сказал, да? Да? И все равно, когда мы говорим о хвале и поклонении, мы знаем, что к этому термину применяется, ну, как бы, когда мы упоминаем о хвале и поклонении, еще сказано о нем как о жертве уст. Хвала и поклонение – это жертва уст. Да? Да, ну, в том числе и жертва уст, да, но это множество, мы видели, что это, может быть, и дела наши, и все, то есть, как бы, но в том числе и жертва уст, который, собственно, Бог прежде всего от нас ожидает. Мы будем потом касаться этих моментов, мы потихонечку раскрываем, раскрываем для нас многие вещи, как бы. И сейчас мы, ну, перейдем вот непосредственно к терминам. К терминам. Сейчас-то место здесь. Евреям 12, 28. Чтобы мы по этому месту Писания пошли, как бы, по терминологии. Евреям 12, 28. Итак, мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Итак, мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать. Да? Необходимо просто держать его перед глазами. Ещё это место в греческом переводе. Переводится буквально, буквально. из греческого. Будем благодарны и будем хранить благодать. То есть, ну, будем, там, где говорится, что будем хранить благодать, там ещё можно переводиться, как будем благодарны Богу, или будем благодарить Бога. Это два одинаковых, они имеют совершенно одинаковое значение. Вот эти, где хранить благодать и будем благодарны, благодарить Бога, то есть, это совершенно два одинаковых перевода. Если вы возьмёте современные переводы, вы можете и так, и так прочитать. То есть, они имеют одинаковое значение. И сейчас мы коснёмся вот именно этих слов. Греческое слово, ну, «благодарю» на греческом языке, это звучит как «евхаристия». 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 «Харис». Корень этого слова «харис» и означает «благодать». Отсюда происходят слова «харизма», «харизмат». Это однокоренные слова уже, то есть, как бы «харизма», «харизмат». Это не просто термин. Слово «харизма» означает «дар благодати». Если вы не успеваете, говорите, я буду как бы… Мы не будем торопиться, потому что для нас очень важно усвоить эти термины. Они нам многое откроют глаза, понимаете, да? Итак, «харис» – это «благодать», и отсюда происходит «харизма», «харизмат». «Харизма» – это «дар благодати». «Харизмат» – это человек, оно, имеющий, обладающий этим даром благодати. И одно из таких же однокоренных слов в иврите – это «хора». Совершенно верно. «Хора» – танец буквально. Ну, и там наши люди тоже были. Да. Валерий Иванович, он вообще там, он везде находил еврейские корни. Куда бы, какой бы темой ни коснулся, какой бы народностью, везде наши люди, да? Хора, танец, определенный танец. В русском языке это звучит как хоровод. Водить хору – хоровод. Есть такое однокоренное слово, то и в русском языке – хоровод. Тоже танец, да? Еще хора может означать и благодать тоже. И прежде чем получить что-нибудь от Бога, мы начинаем благодарить Его. То есть, все начинается с благодарности. Помните, мы вообще боговедение как тему начали из того, что в основе лежит благодарное сердце. И эта способность оценить то, что Бог делает в нашей жизни. Хвалим Его. И когда мы хвалим Его, мы открываем дорогу к получению той самой Харис, к той самой благодати. То есть, когда мы начинаем хвалить, мы открываем дорогу к получению этой благодати. Харизмой. Харизмой. Это не просто как бы сильно эмоциональное выражение, понимаете, да? То есть, мы получаем вот этот дар благодати, и он может проявляться по-разному. Понимаете, да? И Пятидесятник может быть харизматом, и Баптист может быть харизматом, и, я не знаю, и Пресвятырианин тоже, который стоит там. То есть, он тоже может быть харизматом. Понимаете, да? Это человек, который получил дар благодати. А вот еще есть выражение у неверующих людей. Харизматичный человек. Это они неправильно? Ну, может быть, они просто до конца не понимают слово харизма, понимаете, да? Но буквально это благодать, это благодать переводится. То есть, это не какой-то эмоциональный или там, ну, человек, который обладает какой-то вот какими-то особенными... Это как, да, там, это часть всего. Это всего лишь маленькая часть этого понятия. Понимаете? Потому что благодать, собственно, она распространяется на все сферы вашей жизни, по сути. Понимаете, да? Поэтому нельзя сказать, что это неправильно, но это правильно лишь отчасти. Вот так вот я бы сказал. Радость. Ну, мы будем дальше касаться. Не могу тебе сказать точно. Но, как бы, будем дальше касаться именно тех слов, которые именно говорят о радости, о веселье, как бы, понимаешь, да? Мы дальше коснемся. Поэтому, может быть, это какое-то традиционное какое-то, знаете, такое трактование. Типа, ну, как бы, если вот харизма – это дар благодати, то есть, соответственно, приходится радость, и теперь харизма – это радость. То есть, понимаешь, да? Но на самом деле харизма – слово – это корень, и оно, хариз, означает благодать. А харизма – дар благодати. Туда входит все – и радость, и веселье, ну, и много других вещей, понимаешь? Поэтому я думаю, что, может быть, и тоже. Как Валерий Иванович любил говорить, и ты прав, и ты прав, да? То есть, надо просто поглубже разбираться в этом. Нельзя буквально отрицать все. Надо взвешивать, анализировать, как бы, пытаться разбираться в этом. И, когда мы, звучит слово «благодарный человек», в иврите употребляется слово такое «мекабель». Это означает, что человек получает много раз продленная форма. То есть, получал, получает и будет получать. То есть, как бы, это как бы продленная форма. Получает, буквально получает, получал, получал и будет получать. Я не знаю, может быть, вот к Ягуде обратитесь, он вам более как… Получающий, да, получающий, да. То есть, я не силен в иврите. Я пользуюсь, как бы, информативной, больше, частью, как бы. Я больше иврит изучаю через песни. Ну, получающий, там, ну, и благодать в том числе, понимаете, да. Мы сейчас дальше будем разбираться. Да, получающий, можно так сказать. Получающий, то есть, который, это продленная форма, то есть, получал, получает и будет получать. Как есть «менаген» слово. Я играл, играю и буду играть. Есть даже в песнях там «менаген», «менаген». То есть, это «я играл, играл и буду играть». То есть, или, как Валерий Иванович там говорил, учитель, как будет? И не, еще как-то слово. Меламе, да, да, да. Меламе, да. То есть, он, как бы, вот, тоже учил, учу и буду учить. И есть глагол, относящийся к человеку, который получает один раз. Один раз. Есть глагол, который относится к человеку. Если глагол «мекабель» относится к человеку, который получает много раз, это продленная форма, то есть глагол, существует в ибрите, который определяет как человека, который получает всего один раз. И этот глагол звучит «кабель». Я пользуюсь, вот, да, сейчас, одну секундочку. Я пользуюсь, вот, этими терминами, я беру это, вот, из, источник этого, это, вот, из учения, ну, как бы, из материала Валерия Ивановича. Я думаю, он очень богат, вот, в этом плане был. И, как бы, я много черпаю оттуда. То есть, и он говорит, что ругательства, они многие взяты, вот, из ибрита, да. И это он, ну, я тоже думаю так, что это просто, ну, сатана так постарался. Потому что многие слова, они просто перевернуты. Иногда я даже слушаю песни на ибрите. Да. Я так хочу спеть эту песню, думаю, слушай, если я спою ее в собрании, просто люди, ну, будут в шоке. Ладно, на этом пока остановимся. Давай. Продолжение следует...